Вторая книга Паральпоменон, глава тридцать первая. По окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Монасийной до конца, и потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое в города свои. И поставил языке череды священников и левитов по их распределению, каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и словословия у ворот дома Господня. И определил царь часть из имущества своего на всесожение, на всесожение утреннее и вечернее, и на всесожение в субботы и в новомесячье и в празднике, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла и меду и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды, груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли Езекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Езекия священников и левитов об этих грудах, и отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал, С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыто, и многое осталось, потому что Господь благословил народ Свой, из оставшегося составилось такое множество. И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили, и перенесли туда приношения и десятины и пожертвования со всею точностью, и был начальником при них Хонания левит и семей брат его вторым. А и Ехиил, и Азазия, и Нахав, и Асаил, и Еремов, и Иозавад, и Елиел, и Исмахия, и Махав, и Бенане были смотрителями под рукою Хонании и семей брата его по распоряжению царя Езекии и Азарии, начальника при доме Божьем. Кори, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. А под его ведением находились Еден, и Миниамин, и Иешуэ, и Шамайя, и Амария, и Шахания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому. Сверх списка их всем мужского пола от трех лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их по должностям их и по отделам их, и внесением в список священникам по поколениям их и левитам от двадцати лет и выше по должностям их, по отделам их, и внесением в список со всеми малолетними их, с женами их, и с сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всей верностью посвятили себя на священную службу. И для сынов Аароновых священников в селениях вокруг городовых при каждом городе поставлены были мужи, поименованные, чтобы раздавать участки всем мужского пола у священников и всем внесенным список у левитов. Вот что сделал Езекиева всей Иудеи, и он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге Своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Субтитры создавал DimaTorzok